В городе прошло первенство школ города по баскетболу среди юношей. За титул чемпионов поборолись 10 команд. Две игры проиграли, а одну выиграли. Встреча с 15 лицеем для команды пятой школы стала принципиальной, поскольку исход игры определил бы, сравняют ли они счет по победам и поражениям или уйдут в минус. К соревнованиям ребята готовились долго и упорно. Для них это отличная площадка для наработки навыков командной игры. Просто я собирал команду и мы шли тренироваться в школу и потом в школе тренировались. Два часа тренировок и потом на игру. Когда игр не было, просто становление было после игр, чтобы ничего не болело и чтобы потом ничего не мешало на игре. На этой игре рассчитываем на победу, а так просто готовимся. На следующий год уже будем показывать полностью себя. Победный настрой сработал и ребята уверенно обыграли команду 15 лицея. За титул чемпионов борются 10 команд. У нас из двух подгрупп выходят по две команды и встречаются друг с другом с таковых матчей. То есть будет полуфинал, матч за третье место и финал. Мы начали на той неделе, уже играем больше недели и да, у нас есть уже определенные лидеры появились. У нас команды, 10 команд разбиты на две подгруппы, в которых встречается каждый с каждым. И в этих группах уже есть определенные лидеры. Это школа номер 17, лицея номер 3 и школа номер 12. Четвертая команда еще определится, которая выйдет в финал. Команда пятой школы обыграла соперников со счетом 22-31. Разгромная победа. Воспитанники спортивной школы «Саров» приняли на своем льду команду «Атлант» и «Шатков». Игра прошла в рамках первенства Нижегородской области среди юношей 2007-2008 годов рождения. Правильный настрой на игру – половина успеха. Так считают игроки команды 2007-2008 года рождения. Сезон для ребят только начинается. На этой неделе на своем льду они приняли команду «Атлант» и «Шатков». С первых минут игры ребята начали атаковать ворота противника. Одна за другой шайбы пробивали защиту команды «Атлант». Гости, хоть и не сразу, но все-таки смогли дать отпор. Играть в свое удовольствие. Позитив, только позитив. Друг на друга не орать. Друг друга поддерживать. У нас все получится. Готовясь к этой игре, знаем сильные и слабые стороны. Так что сегодня будем побеждать. Сезон уже испытал на прочность юных саровчан. На первой игре они встретились с командой из Княгинина. Игра была напряженной, но саровские хоккеисты одержали победу со счетом 1-0. А в Муроме фортуна от них отвернулась. Победу отдали сопернику со счетом 4-2. А вот встреча с Кстова завершилась разгромной победой саровчан. Счет игры 22-1. Первенство области по хоккею – отличная возможность юным саровчанам набраться опыта, считают тренеры. Прежде всего, это, наверное, я бы сказал, приобретение опыта, приобретение тактики игры другой команды. То есть они смотрят на них, они также перенимают друг по другу все. А так, ну и ради здорового жизни, естественно, чтобы они отвлеклись чуть-чуть от телефонов, от своих, да, пошли с клюшкой шайбой гонять. Следующую игру воспитанники спортивной школы Саров проведут на выезде. На своем льду их примут хоккеисты из Арзамаса. Итоги основных спортивных соревнований прошлого сезона. Изменения в правилах по лыжным гонкам. Эти и другие темы рассмотрели на районном семинаре спортивных судей, который прошел в молодежном центре. В Саров приехали порядка 30 участников из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Первомайска и других городов области. Судейский корпус – это неотъемлемая часть любых соревнований, для успешного проведения которых максимально важны квалификация и компетенция спортивных судей по лыжным гонкам. В регионах регулярно проводят семинары, где обсуждают нововведения в сфере судейства, изменения в правилах и проверяют навыки знания. В этом году районный семинар прошел в Сарове. Спортивные судьи со всей области собрались в молодежном центре. Здесь собраны судьи со всей Нижегородской области, то есть с Арзамаса, с Нижнего Новгорода, непосредственно с города Сарово, Первомайска и дополнительные другие регионы, районы области, которые развивают и проводят лыжные соревнования. С некоторыми мы встречаемся на всероссийских соревнованиях, совместно работаем с судем. На семинаре подвели итоги основных спортивных соревнований прошлого сезона, рассмотрели изменения в правилах по лыжным гонкам, а также оценили уровень знания правил состязаний у участников мероприятия. На территории региона и в частности в Сарове нередко проходят всероссийские соревнования. С Николаем Евгеньевичем Седовым мы знакомы давно. Я видел, как эта база преобразовывалась. Благодаря его усилиям, поддержке местных органов самоуправления, база действительно с каждым годом все улучшается. И не зря здесь проводятся всероссийские соревнования, такие как чемпионат России по лыжероллерам в 2021 году проходил, в 2018 году первенство России. И просто так данное мероприятие в регионы не дают. То есть все на высшем уровне. И также судьи всеместные обслуживают данное мероприятие. Осенний семинар посвятили теории. Ориентировочно весной судьи встретятся снова для проработки практической части своей работы. В этом году Городская Федерация Альпинистов отмечает 70-летний юбилей. Спортсмены тренируются на скалодроме, занимаются общей физической подготовкой, выезжают в горы в разные точки России. Валерий Иглин пришел в зал скалолазания по приглашению председателя Городской Федерации Альпинизма Сергея Коновалова. Как только он пришел на первое занятие, то сразу понял, что это его. На скалодроме он познакомился с Иваном Степановым, который тоже заболел горами и перешел из легкой атлетики в альпинизм. Сейчас мужчины работают как напарники, страхуют друг друга на тренировках и на выездах в горы. Напарник в альпинизме – тот человек, которому доверяешь жизнь. И однажды Валерий действительно спас Ивана от несчастного случая. Я просто не подрасчитал свои силы и полез уставшим на стенку. И слетел. Выдрал два шлямбура, а третий меня поймал. И Валера, собственно, меня веревкой ухватил. То есть он пролетел где-то метров 8, наверное, свободного падения. Да, и Валера меня поймал веревкой. Все произошло буквально за полторы секунды. Я пришел в себя, когда я уже держал веревку. А я висел вниз головой. Ногами пощикал, ты уперся и ушел в землю. В таких экстремальных ситуациях не до эмоций. Напарнику нужно действовать быстро и точно. Альпинизм проверяет спортсменов не только на физическую выносливость и силу, но и на мыслительные способности, так как мозг во время восхождения на вершину тоже работает на полную мощность. Члены федерации выезжают в Крым, Южный Урал, Хибины, Центральный Кавказ. Тренируются альпинисты на скалодроме, а также занимаются общей физической подготовкой. Каждый год в горы ходят порядка 10-15 человек. Когда меня спрашивают, какие горы самые красивые, я всегда затрудняюсь ответить. Потому что был в очень многих регионах и в стране, и за рубежом, и все они красивы по-своему. То же самое касается и сложности. Можно всегда выбрать, вернее, и нужно всегда выбирать по своим силам горы, потому что главный принцип альпиниста все-таки не только зайти на вершину, а вернуться живым и здоровым домой. В этом году Федерация альпинизма отмечает 70-летний юбилей. А история ее появления в Сарове началась в начале 1950-х годов, когда в город приехали три заслуженных мастера спорта по альпинизму – Сергей Ходокевич, Анатолий Багров и Любовь Пахарькова. Они и возглавили секцию альпинизма. При их поддержке прошла первая альпиниада Центрального совета физкультуры и спорта. Расцвет секции пришелся на 60-е и 70-е годы, когда в горы выезжали до 60 саровчан, среди которых было четыре мастера спорта. Были совершены восхождения на 7-тысячники, Пик Ленина, Пик Коммунизма, Пик Корженевской и в 75-м году на Хантынгре. А участники ездили в основном на Кавказ вместе с нашими инструкторами. Вот максимально у нас выезжало до 60 человек в год. Присоединиться к городской федерации альпинизма может любой желающий. Занимаются спортсмены на скалодроме, спортивной школе и кар. Я тоже попробовала побыть немножко альпинистом. Залезла, в общем-то, на небольшую высоту. Это очень, очень сложно. Девочки, я скажу, что это очень хороший фитнес. Всем советую. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова